МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко. И я, Елена Шмелева. Вы смотрите программу День веков хронограф. Сегодня 9 ноября. В этот день родились многие известные люди прошлого и настоящего, среди которых... Американский изобретатель Гейл Борден и французский архитектор Поль Абади. Российский писатель Иван Тургенев и французский писатель, один из основоположников детективного жанра, Эмиль Габарио. Российский микробиолог и физиолог растений Дмитрий Ивановский и российский поэт Велимир Хлебников. Американский астроном Карл Саган и советский шахматист, международный гроссмейстер, восьмой чемпион мира по шахматам Михаил Таль. Сегодня 9 ноября. Вы смотрите программу День веков хронограф. В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 1313 году баварские войска разбили австрийскую армию в битве у Гаммельсдорфа. А в 1799-м Наполеон Бонапарт с помощью военных совершил государственный переворот. В 1813 году американские войска разбили индейцев племени Крик в битве у Талидеги. А в 1867-м в Японии закончилось восьмивековое правление сегунов. В 1906-м году началась аграрная реформа Петра Столыпина. А в 1911-м парижанин Жорж Клот запатентовал неоновую рекламу. В 1918 году в ходе ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекся от престола. А в 1921-м Совет народных комиссаров назначил пожизненную персональную пенсию Константину Циолковскому, ученому-основоположнику современной космонавтики и ракетной техники. В 1938-м в Германии произошли массовые погромы евреев, так называемая «хрустальная ночь». А в 1940-м в советских средних школах было введено обязательное преподавание иностранных языков. Сегодня 9 ноября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 9 ноября – День памяти преподобного летописца Нестора, крупнейшего историка русского Средневековья. По православной традиции День памяти приходится на успение святого. Он умер в 1114 году. Точная дата его рождения, в отличие от даты смерти, нам неизвестна. Древнейшая из дошедших до нас летописей была написана в 1377 году на пергаменте, то есть обработанной телячьей кожей. Она называется Лаврентьевской по имени монаха-переписчика Лаврентия. Как и многие другие, эта летопись воспроизводит более древние тексты. В частности, в нее входит крупнейший памятник отечественного летописания «Повесть временных лет», созданная в начале 12 века. Составителем повести, полное название которой «Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжи, те откуда русская земля стала есть». Итак, переписчиком этой повести был монах Киево-Печорского монастыря преподобный Нестор Летописец. Его мы по праву можем считать отцом не только отечественной истории, но и словесности. Все последующие летописцы, где бы они не создавали свои творения, не только переписывали отрывки труда Нестора, но и подражали ему. И все-таки превзойти его за всю историю летописания так никто и не сумел. «Повесть временных лет» была и остается величайшим памятником славянской культуры. Нестор Киевлянин в 17 лет поступил в знаменитую Киево-Печорскую обитель послушником. Принял его сам основатель монастыря, преподобный Феодосий. Основным его послушанием в монастыре стало книжное дело. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного», — говорил он. «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». Помимо повести временных лет им написано «Житие первых русских святых», «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», «Житие преподобного феодосия», основоположника монастырской жизни на Руси, а также сказания о первых печерских подвижниках и многое другое. Для написания повести он использовал устные рассказы, документы княжеского архива, жития святых, народные сказания. К тому же очевидцем многих событий был он сам. Нестор создал монументальное историческое произведение. Древнейшую историю славян он вписал в историю всемирную, где славяне заняли свое место среди других народов. Перед смертью Нестор завещал печерским инокам-летописцам продолжение своего труда. Его преемниками стали и игумен Сильвестр, предавший современный вид повести, и игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года. Мощи святого покоятся в ближних пещерах Киева-Печерской Лавры. Празднование памяти святого происходит 9 ноября. 9 ноября 1678 года родился Петр Лоси. Известный генерал-фельдмаршал граф Лоси, выходец из древнего ирландского дворянского рода, поступил поручиком на русскую военную службу в 1700 году. Он принимал активное участие в военных действиях во время Северной войны. В 25-м году 18-го века он был назначен членом военной коллегии, а на следующий год командующим войсками Петербургского района. В 33-м году он командовал корпусом, отправленным в Польшу для поддержки польского короля Августа 3-го и разбил сторонников претендента на польский престол Станислава Лещинского. В ходе русско-турецкой войны 1735-39 годов Петр Лоси был назначен командующим армией для действий против турок в Крыму. Во время русско-шведской войны 1741-43 годов Лоси был главнокомандующим русской армией и с достоинством выигрывал все сражения. Граф Петр Петрович Лоси, писал русский историк Дмитрий Бантыш-Каменский, опытный неустрашимый полководец, отличался быстротою своей на ратном поле, с природным умом соединял доброе сердце, возвышенные чувства, пользовался общей любовью и уважением, был решителен в военных предприятиях, осторожен в мирное время, не знал придворных интриг и поэтому сохранил свое звание среди государственных переворотов. 9 ноября 1889 года 19-летний Владимир Ульянов подал министру народного просвещения прошение с просьбой разрешить держать экзамен на кандидата юридических наук экстерном при каком-либо высшем учебном заведении. На прошение некий министерский чиновник начертал спросить о нем попечителя и департамент полиции, он скверный человек. Ничего удивительного в такой резолюции не было, семья Ульяновых уже находилась под пристальным вниманием из-за преступной деятельности старшего брата Александра, казненного двумя годами ранее за участие в покушении на царя Александра Третьего. Тем не менее, держать экзамены Ленину позволили и не где-нибудь, а в Петербургском университете. Не посмотрели, что скверный человек. Сегодня 9 ноября. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 9 ноября 1867 года в Японии закончилось восьмивековое правление сёгунов. Род японских императоров никогда не прерывался. Официально именно они во все века правили Японией. Однако фактическая власть обычно принадлежала другим – регентам Сессе, канцлером Кампаку, премьер-министром Сюсе. В течение нескольких столетий фактическими главами государства были сёгуны – военные правители. Слово «сёгун» – сокращение от полного титула «сэйтайсёгун», что означает «великий воевода», «каратель варваров». Токугава Ясинобу, 15-й и последний сёгун, вошедший в историю под именем Кейко, ушел в отставку передав власть императору. За это Ясинобу было обещано предоставить важный пост в новом правительстве, но сделано это не было. В декабре он отрекся от власти в замке Нидзе в Киоту. Ясинобу с участью своей не смирился. До мая 1868 года он продолжал борьбу. Но силы, конечно, были неровны. Правительственные войска заняли Эдотский замок, и Эсинобу был вынужден капитулировать. Эсинобу сослали в родовое княжество Мито, где он жил тихо, занимаясь поэзией. А потом ему разрешили перебраться в Сумпу, где он прожил 30 лет, ведя уединенный образ жизни. До конца своих дней он упражнялся в воинских искусствах, которыми владел с детства, особенно в стрельбе из лука. В 1898 году бывший Сюгун удостоился ауденции у императора, и ему был пожалован титул князя, а в 1902 он стал членом палаты пэров парламента. Эсинобу пережил всех своих политических противников. Он умер в ноябре 1913 года. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok